Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Общались с парнем в интернете год, он мне помог на одном языковом сайте, мы разговорились с умным, начитанным, воспитанным, мы жили в разных городах. Он стал приезжать ко мне, была романтика, а потом прекрасный секс. Было ощущение, что мы две половинки разговаривали обо всем. Я видела, что он-то очень тепло ко мне относится и сама лежала на крыльях. Влюбилась, но не говорила и ему, потом произошла ссора по моей вине, точнее он не изначально вспомнил бывшему, мне это не понравилось и меня понесло. Я наговорил ему ясных вещей, хотя мне было просто обидеться и исчернуть на время, потом поговорить, мы оба плакали, не могли успокоиться, пели успокоительные, но он сказал, что этих слов простить не может. Мы перестали общаться и я совершила еще один странный поступок, который регистрировалась на этом сайте, по другим именем поставила на аватарку фото красивой девочки и лайкнула его в фотку. Он сразу вышел на связь, начал писать мне, но теперь я разговор, как всегда, уважительный с юмором, в то же время он пишет не настоящий, мол, давай еще попробуем, я скучаю. Мы помирились, но свою шпионскую деятельность я продолжил. Ровно шесть дней прошло, как на сайте, я его аккуратно вывел на разговор, и он рассказал, что знакомится на этом сайте с девушками. Помогают им, некоторые хрубляются, с некоторыми бросами тёплые, честные дружбы с сексом. Это мои особенные подруги, одна из них я. Но так как я последний раз говорил обо мне больше всего, он сказал, что эта девушка сделала мне очень больно, я не могу ее забыть, но считаю, на сегодняшний день начал знакомство с этой большой роковой ошибкой. Естественно, я решил окончательно закончить нашу связь, написал письмо. Отправлю завтра, но как же это больно, ощущение, что нельзя доверять людям. Скажите же что-нибудь, пожалуйста. Он не понял на самом деле, что рассказывается мне. Сейчас я поняла, что это его фишка, откровенность. Как он может сам это рассказать, что он чувствительный парень. Когда мы познакомились, он мне рассказал тоже через неделю, что его бросила девушка, как он страдает. Помню, тогда меня это так тронуло. Мне хочется не просто расстаться, дать понять, что я знаю правду. Туда мне морально будет легче. Например, если я в конце письма напишу удачи в твоей коллекции девушек на сайте, он поймет, что мне все рассказали. Но не хочет, чтобы он понял, что на сайте это собеседница тоже я. Как быть, подскажите, пожалуйста. Я думаю, что в некотором смысле у вас классический случай того, когда человек, убегая от собственных эмоций, от собственных чувств, избегая от себя, сам себя, сталкивается с необходимостью компенсировать это некоторыми когнитивными усилиями. Я обратил бы ваше внимание на несколько вещей. Да? Несколько вещей. Первое, это то, что вы как будто бы зацепились, что ли, за романтику. За его, короче, к себе отношение. У меня сложилось такое впечатление, что вы не столько хотели, да и хотите, наверное, что-то для него, сколько вы в отношениях хотели что-то для себя. Это не является чем-то плохим, что вы хотите в отношениях, что-то для себя. Но если вы, например, влюбляетесь в человека, который хорошо к вам относится, то в первую очередь вы влюбляетесь в общем и целом в его отношениях. К вам. К вам, да. К вам. А не в самого человека. И удерживаетесь в отношениях именно тем, как человек себя с вами ведет. Ну, совершенно очевидно, что в этом, в том, я имею в виду, когда мы любим отношения к себе, мы любим самих себя. Из-за этого то, что вы обидцоваете, очень похоже не на взаимодействие двух людей, а на взаимодействие вас самой с собой через другого человека. Это первое. Второе. Согласитесь, несколько странным выглядит тот факт, что вот у вас все было хорошо, все было прекрасно, а потом он вспоминает бывшее, вы взрываетесь. Вообще, на языке как бы вот психологии, да, это называется подавление эмоций. То есть, если сначала все здорово в отношениях, потом происходит какой-то конфликт, да, ну, какая-то ситуация происходит неприятная, а это неизбежно так или иначе, потому что, ну, ведь, люди не роботы, да, и как бы в целом, в целом, а, ну, в целом, а, именно по причине того, что они не роботы, могут возникать различные недоговоренности, могут возникать различные моменты, которые можно, скажем так, интерпретировать по-разному. И, если вам прямо очень сильно, как вы говорите, это не понравилось, что вы устроили скандалы, сразу наговорили, наговорили много всего неприятного, как вы, как вы сказали, то совершенно очевидно, что у вас по-на-м, ну, вот, по-по-по ходу развития отношений, э-э, фоном было какое-то чувство, может быть, это чувство было чувство тревоги, может быть, это был страх, может быть, это было что-то еще, может быть, были какие-то ожидания, может быть, были какие-то притязания, сейчас сказать однозначно довольно сложно. Но это важно понять, что ссора достаточно крупная, судя по описанию, на ровном месте, произойти не могу. Именно вот, на ровном месте. То есть, если обман случился, значит, вы что-то в себе сдерживали. Судя по тому, что вы описываете, я бы предположил, что вы, возможно, даже и не замечали каких-то процессов своих, ну вот психических, да, каких-то своих психических процессов, возможно, вы даже и не замечали их. Потому что далее вы это подтверждаете. Вероятно, вы привыкли с этим жить. Вероятно, вы живете так всю свою жизнь. Но тем не менее, это то, что на данный момент происходит с вами все хорошо. Потом сомнительно какая-то по-разному трактуемая ситуация, которая, как я уже сказал, неизбежна между людьми. Потому что каждый человек по-разному и по-своему смотрит и воспринимает одни и те же события. И происходит взрыв, вспышка эмоций. Что говорит о том, что вы не свободны. Что говорит о том, что вы уже на тот момент, когда это произошло, были зависимы. Естественно, что зависимость, я имею ввиду любовная зависимость, она как бы началась раньше. Она началась раньше. Вполне возможно, что речь здесь идет об идеализации молодого человека. В том смысле, что то, что вы описываете, очень сильно похоже на, ну, например, на страсть. Да? То есть вот, знаете как, увлечение. Вот вы увлеклись. И опять же, в страстье ничего плохого нет. А просто, когда отношения развиваются на страстье, по вашим, по вашим рассказам, достаточно сложно увидеть, как это по времени происходило. Потому что вы, вроде бы, с одной стороны говорите, что вы общались с парнем ГОП, что, в общем, довольно много. С другой стороны, вы говорите, что он к вам начал приезжать, там случился секс и прочее. То есть, видимо, с какого-то момента отношения серьезно, что получилось, что называется, такое серьезное ускорение, да? Серьезное развитие. И с тех пор, вот, когда вы почувствовали, что летаете на крыльях, вероятно, ничего страшного. Дело в том, что, когда человек летает на крыльях, он прибывает в состоянии эйфории. В состоянии эйфории ничего плохого, опять же, нет. Но, хочу просто обратить ваше внимание на то, что в этом состоянии можно пропустить некоторые важные вещи. И самая главная вещь, это начать идеализировать человек. Да? То есть, вот вы пишете. «Мне это не понравилось и меня понесло». Вот что это за состояние? Это нужно очень подробно разобрать. Скорее всего, у этого есть своя история. Этимология. Возможно, вам просто попали в другую точку, в вашу травмированную область психики. Дальше. Вы называете свой следующий поступок странным. Я должен сказать, что еще более странным выглядит то, что вы называете это странным. То есть, как будто бы неосознанный, как будто бы неконтролируемый, как будто бы независимый от вас поступок. Равно, как и его продолжение. Когда вы говорите, что продолжили свою деятельность. И снова, как будто бы неосознанность. И снова, как будто бы неосознанность. И отсутствие отдачи себе отсчета в том, что с вами происходит. Как получилось, что вы начали так действовать? И ответ довольно прост. Это аноним. Тотальное недоверие себе. Потребность в проверке в этих разговорах это следствие недоверие себе. Это можно сравнить, на мой взгляд, с тем, когда люди начинают у третьих лиц расспрашивать про тех, кто им нравится. Это такая попытка себя защитить. Попытка убедиться. Убедиться в том, что человек, с которым я общаюсь, например, действительно тот, кем я его представляю. Необходимо убедиться. Не дай Бог, этот человек будет другим. Не дай Бог, этот человек окажется иным. Не дай Бог, я увидел или увидела что-то не то. Понимаете, да? То есть вы не доверяете себе. У вас не получается себе доверять в этом смысле. Появляются подозрения, появляется желание убедиться и так далее. Дальше вы описываете ситуацию, где молодой человек раскрывает свои карты, где молодой человек говорит, что вот он ведет себя так, как ведет и прочее. Ага, и вроде бы все однозначно. Мужчина что-то типа Альфонсо. И, в общем-то, вы стали его жертвой. Но я бы хотел обратить внимание на один ключевой момент, если мы говорим о ситуации с позиции личной ответственности, то есть вашей ответственности. поскольку мы не отвечаем за действия другого человека, но отвечаем за свои действия, то хочется обратить ваше внимание на то, что в какой-то момент вас тронуло то, что молодого человека бросило, как вы говорите, девушка. Иными словами, вам стало его жалость. И вот чувство жалости, это то, что, судя по всему, сейчас причиняет вам боль. То есть вам стало человека жалко, вы испытали тёплые чувства. И, в общем и целом, сейчас вы переживаете разочарование, болезненность и так далее. Задумывались ли вы о том, каким образом появляется жалость? Каким образом застрогает то, что и что кто-то кого-то бросает? Ведь у этого всегда есть причины. Не бывает абсолютного зла. Если девушка бросает мужчину или мужчина бросает девочку, то у обоих в этом есть всегда ответственность. Вы как будто бы не увидели в этом ответственности молодого человека. Вы увидели только ответственность девочки. Вам захотелось видеть своего молодого человека несчастным и брошенным. Именно это, кстати, выступает в данный момент объектом манипуляции. В данной ситуации это выступает объектом манипуляции. Вам захотелось видеть человека несчастным. Почему? Почему некоторые люди так восприимчивы эмоционально к тому, чтобы видеть других несчастными? Потому что, когда мы видим человека несчастным, мы не видим его ответственности. Мы не видим его решения, мы не видим его выбора, мы его оправдываем. И это является продолжением нашего отношения к себе. Мы себя оправдываем через другого человека. Мы себя видим несчастным через другого человека. И таким образом мы проявляем к себе любовь через другого человека. Иными словами, я бы сказал, что есть что-то, что вы в себе не любите. Или что-то, что вы в себе отторгаете. Или что-то, что вы в себе не принимаете. И то, что молодой человек сделал, безусловно, не является чем-то хорошим. Но и криминальным тоже не является. Насколько я понял, молодой человек не использует принуждение, не использует жесткие манипуляции. Общается уважительно и с юмором. Да, он ведет себя не очень честно. Это правда. С другой стороны, вы и знакомитесь с мужчиной в интернете, будучи из разных городов, где никак не проверить и не посмотреть, чем живет человек. И вот это очень важный момент. Здесь вы можете обвинить мужчину, а заодно, например, и меня. Потому что может показаться, что я его оправдываю, хотя это не так. Я считаю непредемлемым то, что он делает. Но в то же время хочу, скажем так, быть по возможности объективным. Вы можете обвинить молодого человека, можете продолжать думать о месте. Но тогда ваши отношения с мужчинами выстраиваться будут плохо. Уже сейчас вы пишете ощущение, что нельзя доверять людям. Как это символично? Ведь это является ничем иным, как перенос. Людям не нужно доверять. Доверять нужно себе. Поэтому обратите внимание, вы пишете, скажите что-нибудь. То есть у вас нет четкой цели. У вас нет четкой цели, чего вы хотите от психолога. Вам себя жаль, вам за себя обидно. Но это проявление любви. Это окольное проявление любви, не прямое. Вследствие чего вся эта ситуация с вами происходит. И больно вам в этой ситуации именно потому, что вам показали, что вообще-то вас не любят. Это никогда не является чем-то приятным. Но вдвойне в стране, а то и в десять раз, это больные, когда я сам сомневаюсь в своей ценности. Вот, на мой взгляд, ваш конечный вопрос, где вы говорите, что хотите, чтобы он понял, что я все знаю, но не хочу, чтобы он понял, что я это та девушка на сайте знакомств. Это прямо-таки классический пример того, как вы не хотите брать ответственность за то, что считаете вашим. То есть вы хотите и получить что-то, но и платить за это вы не хотите. А это не взрослое, не зрелое с точки зрения психологии поведение. Это игры. Игры возникают, когда я имею проблемы с личными границами. Не доверяю своим чувствам. Понимаете? Когда я склонен растворяться в других людях. Я не скажу, что это про вас, но... Примерно. Примерно. Это работает так. С большинством людей... Человек холод. С большинством людей... Человек достаточно резок. Но потом встречается... Один. С кем наш герой меняется. Вот мне кажется, что... Это объясняется поиск тем того самого. Или той самой. Я бы сказал, что... Описанная мною картинка... Является таким поведенческим срезом... Того... О чем я говорил до этого. Вы описываете... Свои психологические проблемы. Но заканчивайте свой текст... Вопросом о том... Как вам выйти из... Искусственно сложной... Ситуации... Которую вы создали... Создали... Сами... Мне кажется, что он... С позиции конструктивизма... Конструктивизма... Было бы правильнее... Обратить внимание на ваши... Личностные проблемы... И начать заниматься ими. В отрыве от... Молодого человека. Предварительно помочь вам... Просить боль от текущих ситуаций. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь... По моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.